Тело бывшего губернатора Запорожья Александра Пиклушенко нашли вчера в его доме. Обнаружил его друг, которому Пиклушенко якобы позвонил незадолго до смерти. На теле огнестрельное ранение в шею. Практически все друзья экс-губернатора от каких-либо комментариев отказываются. Говорят, что не могут поверить в случившееся. Ждут официальных выводов правоохранителей. У нас у всех, кто с ним работал, одно мнение – это для нас большое горе. Ждём результата следствия. Немногословным по делу смерти экс-губернатора оказался и прокурор области Александр Шацкий. В версию правоохранителей о самоубийстве он верит. А вот комментировать ситуацию отказывается под предлогом занятости. Хотелось бы знать ваше мнение. Вы верите, что это самоубийство? Конечно, да. Ваше мнение очень интересно не только как прокурора, но и общественного активиста. Мне некогда, извините. Общественники, журналисты и политики, в отличие от прокурора, свои версии относительно смерти Александра Пеклушенко не скрывают. Активно эта тема обсуждается и в социальных сетях. Мнения разные. Как-то странно, знаете. Ну, понятно, что давление. Сомнительной версию о самоубийстве считает народный депутат Игорь Артюшенко. Экс-губернатора он знал лично. И хоть во времена Майдана они были по разные стороны баррикад, запомнил его как человека сильного духом. Но смотря на его характер, его поведение, я могу сказать, что человек был сильной волей. Поэтому верить в то, что такой человек с таким жизненным путём и так далее мог сам с собой покончить, я лично не верю. В день смерти Александра Пеклушенко в Запорожском еженедельнике вышла статья журналиста Валерия Зотова. В ней говорится о том, что экс-губернатор обратился за медицинской помощью в кардиологический центр. Эту информацию журналисту накануне подтвердил сам Пеклушенко. Мысль такая сразу, как самоубийство. Если он пошёл вчера на процедуру и договорился, что будет ходить там месяц на дневном варианте, ну, дневной стационаре, как это называется, не вяжется, да. Начал поправлять здоровье, заводится о здоровье, причём не только мысленно, но и фактически. И вдруг сегодня. То есть, как бы не верно. Валерий Зотов в самоубийство экс-губернатора не верит. Как бывший правоохранитель не исключает, что вскоре у следствия появятся и другие версии по делу смерти Александра Пеклушенко. Конечно, если говорить о Александре Николаевиче, то это была личность. Сильный человек, противоречивый во многом, а во многом системный. В системе работал, поэтому очень не люблю, если. Врагов у него было достаточно. Если говорить о политике, то тут можно очень легко провести логику, увязать и Мельника, и Сергеенко, железная дорога, и Чечетова. Вроде бы, как оно всё в логике, но я бы не хотел. Поэтому, извините, говорить, увязывать, кому это выгодно. В самоубийство Пеклушенко с трудом верит и запорожский мэр Александр Син. Об этом он заявил в интервью одному из интернет-изданий. В течение дня им мы пытались связаться с Александром Сином, но на телефонные звонки он не отвечал. Между тем, правоохранители пока склоняются именно к версии самоубийства. На брифинге в Киеве глава МВД Арсен Аваков заявил, что экс-губернатор Запорожской области мог застрелиться из-за выдвинутых ему обвинений в причастности к организации разгона Евромайдана в Запорожье. Ключевым мотивом, объясняющим такой его поступок, было приближение судебного заседания в отношении предъявленных ему обвинений по неадекватным действиям в момент революции гидности. Речь шла о организации титушек и так дальше. Когда человек поступает таким образом, это личная трагедия, это его выбор, это отказ от испытаний. Давайте я из этой моральной плоскости уйду. Смерть Александра Пиклушенко уже третья среди известных бывших регионалов нардепов и третья громкая для Запорожской области. В конце февраля повешенным нашли мэра Мелитополя. Его адвокат, заместитель руководителя городдела милиции, также умер. Продолжение следует...